Это было божественно! Ой! Ой! Ё-моё! О, всё получилось! Так, всё, всё, что были там, забыли, чё стёрли из памяти. Сегодня мы говорим о куртке LS2, которую мы проехали приблизительно плюс-минус две с половиной тысячи километров. И что можно сказать хорошего об этой куртке? Во-первых, тёплая, действительно тёплая. Во-вторых, не продувается. В-третьих, она не промокает. Не знаю, почему куртка за 9000 рублей не промокает под дождём. Но она была испытана в водовом, в водовом дожде. И ни капли не промокла. А теперь поговорим о минусах. Минусы этой куртки. Если на улице плюс 18-20, и вы останавливаетесь в ней, даже со снятой подкладкой, останавливаетесь в ней на пробке, ручейки пота вам обеспечены. Это 100%. Но есть и плюсы. Как только вы набираете скорость выше чем 25-30 км в час, вся вентиляция, которая здесь присутствует, работает на ура. Своеобразно, конечно, работает, потому что куртку всю раздувает, и вы сидите в таком воздушном коконе. Такой, ну, специфичный кайф, но он есть. В прошлом посте мы рассказывали о том, что и своей любимой благоверной жене я приобрёл такую же куртку только женского покроя. И она была на седьмом небе от счастья, потому что все эти 2500 км мы прокатали, ну, не в жару, плюс 30, а гораздо ниже. За всё время эксплуатации этой куртки я не обнаружил ни одной нитки, которая бы вылезла. Прошита куртка достаточно добротно. Вопрос только вызывает, ну, это опять-таки с опытом эксплуатации, вот эта вот липучка. Меня она, честно говоря, немножко... Подустала я от неё. Да. Потому что вместо неё я бы всё-таки сделал бы классическую, там, пуговицу какую-то, может быть, резинку, но не вот эту вот липучку, потому что, одевая перчатки, которые тоже с липучкой, они цепляются всё время за рукава. И это, наверное, один из маленьких минусов этой куртки. В прошлом ролике мы говорили о защите, которая находится в этой куртке, и я могу сказать, что я её вообще не замечаю, потому что настолько плотно и комфортно сидит эта куртка, что я не ощущаю ни локтей, ни плечей, ни спины тем более. И уж тем более у меня не возникало мысли заменить эту защиту, может быть, потому что не было ещё каких-то серьёзных падений. Касаемо карманов. Наличие четырёх карманов с наружной стороны позволяет распихать всё, что возможно, включая документы, телефон, ключи и так далее. И самое главное, что здесь есть два вот этих потайных кармашка, о которых мы говорили в предыдущем ролике. Они очень удобны для того, чтобы спрятать документы от дождя. И уже проверено на практике, что внутренний карман не промокает. И я не устану говорить эту фразу, потому что за 9000 рублей действительно добротная куртка. Те недостатки, которые могут быть обнаружены вам, если вы приобретёте эту куртку, они с лихвой перекрываются её плюсами. Лично мне мой фломастер нравится. Конечно же, мы не будем её тестировать в жёстких условиях, падать и шкрябать по асфальту её. Но, возможно, это случится. А как это случится, вы узнаете в следующем ролике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА